здравствуйте уважаемые подписчики с прогулки по сети Алани Гурам Карсанов для вас продолжаю свою рубрику свое обещание с верховья в Чесельского ущелье Адвзя внизу уже располагается ущелье Чесельдгом под нами селение Дувад у нас там внизу в той стороне само селение непосредственно Чесельд и все фамилии не буду перечислять откуда да и вообще в принципе наверное никого не буду сами подпишите а то всегда обижайтесь когда какую-то фамилию не упоминаю ни о ком не буду говорить главное вспомню что в этом ущелье ниже это находится вот там за поворотом в селе Никола было великое сражение Бега Кошта и Ака Кабеста и также 30 воинов горцев которые защищались от Ренинг Камфа скажем так полторы тысячи воинов против 30 горцев и все равно с трудом с трудом но еле-еле смогли их выкурить из их башни вот такие были геройские поступки увидел эту красоту за мной сейчас передаст ли это все не к сожалению не передает попробуем вот так ага это в сторону зигарского перевала и горы зигара сегодня кстати с нами друзья Владимир Каджаев и Магрес и Магрес живет вот совершили вот такой маленький марш-бросок оттуда с ущелья поднялись машину оставили там мост слегка уже опасен для таких для такой машины как моя машина большие габариты может быть на ниве можно может быть подняться вот друзья отсюда начинается чесельское ущелье туда вглубь уходит в сторону бурсанте бурхух зад бодан как его еще называют а вниз уже в сторону по течению река реки патса выходит кремута джабиевы бикоевы чибировы тигиевы килихсаевы кочиевы дзагоевы козаевы это наверняка не весь перечень фамилий которые здесь живут жили по крайней мере к сожалению все эти места сейчас обезлюдили еще в 97 году вниз внизу в 2 до у нас там еще жили люди но сегодня так двадцатом году когда грузины ворвались в эти места в июне двадцатого года здесь появилось море крови на самом деле море крови очень было много убитых и спасались они через зигарский перевал где погибло очень много людей и это все в памяти на народной они передают это все из поколения в поколение это мы не должны забывать а в ту сторону уходит в сторону бурхух там тоже есть перевал можно перейти жомах у жорку или же северную часть осетии запамятовал как это ущелье называется но в общем северную часть осетии можно перейти вот такие красоты друзья потом развалины башен предположительно что это или тегиевых или чибировых вот там там посет соковский скот кстати да вот над нами здесь тоже возвышаются развалины башен вот здесь не знаю как называется это селение в нижней называется дуадунастов а глубже было еще селение тхел предположительно что фамилия которая сейчас носит тхелидзе они выходцы из этого тхелекумай так что вот такие вот интересные нас истории кстати оцените мою шапку с потрясающий головной убор в горных условиях самое то не холодно не жарко могу рассказать настоящий брак пойдем наверно еще чуть-чуть глубже если что-то найдется интереснее конечно я опять для вас все сниму а так призываю путешествуйте гуляйте осетия очень интересная добро пожаловать в южную часть осетии государства алания да и во всю осетию урам карсанов для вас